Вообще, конечно, правильная стратегия. Сначала на каждом углу призывать. Рожай, ничего не бойся, государство поможет. А потом выпустить в эфир федерального канала депутата Марию, мои слова вырваны из контекста, Бутину с предложением отправлять родителей в тюрьму, если их дети не восхищаются буквой Z или пользуются ВПН. Если ты не можешь предложить им более качественные продукты... Если мы взрослые, не в состоянии ограничить своих детей воспитать... Мы не в состоянии? Ну, то нас нет. Здравствуйте, в Екатеринбурге у тебя состояние или нет? Они сказали, они против буквы Z. Студенты, предлагаешь посадить их родителей? Конечно. Посадить их родителей? Конечно. Привет, просветители. Прошло уже несколько лет с тех пор, как наше общество потрясло, не побоюсь этого слова, выдающееся, выступление чиновницы из Свердловской области. Государство не просило вас рожать. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. И вот пару недель назад... Да, мы тут за хайпом не гонимся. Эта гонка уже давно проиграна. Как раз в тот момент, когда наши законотворцы сотворили очередной законопроект о защите традиционных ценностей. Ура! И по сути приравняли Чайлдфрик, пропаганде запрещенных веществ, Роскомнадзора и экстремизму. Давно пора. В Краснодаре неожиданно вышел сиквел. Государство вам ничего не должно. Часть вторая. А говорят, в кинотеатрах нечего показывать. Если у вас еще нет ребенка, осуждаю. Или вам повезло жить не в самом проблемном регионе, дважды осуждаю. Возможно, вы не знаете, что запись своего чада в детский сад или школу порой напоминает не самый простой квест. Не резиновая не только Москва. И практически каждый год, когда речь заходит об отсутствии мест и переполненных классах, в новостях всплывает Краснодар. Вот и приближающийся новый учебный год подарил очередной перл местного разлива. На этот раз героем стала вице-губернатор Кубани по социальной политике Анна Менькова, которая во время встречи с жителями одного из микрорайонов Краснодара, где не хватает мест в школе, в грубой форме напомнила родителям, что решение заводить детей – это их выбор. И в общем-то тут тяжело спорить. Появление ребенка в семье в идеале должно быть осознанным решением. Именно об этом я говорил в ролике о Child Free, который мне в скором времени, похоже, придется удалить. Но если законопроект все же примут. Это же пропаганда и разрушение семьи. А платить огромный штраф у меня финансовой возможности нет. Поэтому только традиционные ценности рожай и ни о чем не думай. А потом тебя же в этом еще и обвинят. Здорово говорить, что появление ребенка – это исключительно ваш выбор. И где же была твоя головушка? Когда из каждого утюга только про семейные ценности и необходимость рожать? Да-да, заводим тройню. И говорят. Наша страна для детей, поддержим молодые семьи. Женщина без ребенка несостоятельна. Мы в отличие от Запада. Только вот чиновники на местах, похожие ту риторику, мимо ушей пропустили. Удобно. На встрече с вице-губернатором одна из мам пожаловалась, что ее муж работает в другом городе. Очевидно от хорошей жизни. Она живет одна с двумя детьми. И у нее нет возможности водить ребенка в школу далеко от дома. А в ближайшую их не принимают. Знакомая ситуация. Школа буквально за окном, но она не для вас. Вам вон в тот район города. Чиновница выслушала женщину и разродилась тирадой. Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полторы тысячи километров от дома, а не принимать участие в воспитании детей. Услышали, дорогие мужчины, когда мы отправляемся в другой город, чтобы прокормить свою семью? Потому что в родном работы нет, мы просто от воспитания детей избегаем. Это наш сознательный выбор. А если вы заявите, что не хотите детей, потому что вы их тупо не увидите, ну, знаете, этот пресловутый финансовый вопрос для всех тех, кто не верит в милого зайку и гостеприимную лужайку. Вас объявят экстремистом. Как это ты, деточку, не хочешь? А российские традиции? Начнешь пахать, как ломовая лошадь для этих же деточек, без которых нет смысла в жизни. Тебя еще и безответственным отцом назовут. Красота! Это выбор ваш, заводить детей. Вы хотите вот таким образом сказать? Уважаемые родители, вы что хотите? Может быть, что мне сделать? Вы пришли у застройщика, потом она в школу показывает из окна, говорит, вот школа. И, наверное, вы же не поинтересовались, а там места вообще есть в той школе? Вы же не интересовались? Наверное, вернека, да, не интересовались? Просто застройщик вот так продал. А городские власти к застройке города человейниками никакого отношения не имеют? То есть я могу просто выйти в чисто поле и строим тута. Хотя нет, лучше здесьа. Еще один момент. А господа чиновники уверены, что у молодой семьи, которой срочно нужно рожать, беспощадные часики-то тикают? Да заткнитесь вы! Всегда есть выбор, где квартиру купить. Денег-то просто куры не клюют. Цыпа, цыпа, цыпа. Вот и боты, которых нагнали на страницу Анны, полностью согласны. Ну так не надо все подряд покупать. Отложите и купите квартиру нормального застройщика. Такая глубокая мысль, что аж текст менять не стали. Великие умы мыслят одинаково. Ну скажите, пожалуйста, а теперь скажите, пожалуйста, вот если город Краснодар прирастает на 20 тысяч детей, ежегодно новых детей, Это что, вопросы в данном случае ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему? Нет, конечно. Вопросы не городским властям. Они вообще не при делах. У нас же в стране спонтанная застройка. Ну что власти Краснодара могут с этим поделать? Тут наши полномочия все. А можно вице-губернатора по новому закону оштрафовать? По-моему, она для пропаганды разрушительной идеологии чайлдфри сделала гораздо больше любых блогеров. Послушаешь таких заместителей и поймешь, как на самом деле государство относится к семьям. Вот как поддержать саму идею многодетной семьи, материнства, традиционных ценностей. Это мы первые. Вон депутаты опять готовы фильмы блокировать. Их, правда, нет, но когда это мешало блокировке? Но если дело доходит до реальной поддержки семьи, создания условий для комфортного развития ребенка, где была ваша голова? Это ваши дети, мы здесь ни при чем. Ну все виноваты. Застройщики, родители. Как еще детей не обвинили в том, что им школы нужны? Это, наверное, для следующего выступления приберегли. И только администрация, которая и разрешает строительство домов без социальных объектов, не при делах. Кто-нибудь удивлен? Но рожать нужно срочно, здесь и сейчас. Вы что, социальную рекламу не видели? Те же самые не боты. Мы здесь никого не обвиняем. Ну, просто пишут люди под копирку. Что такого? Начали всех недовольных в комментариях называть яжматерями. Считаешь, что образовательные объекты должны находиться недалеко от дома? Ах, ты ж глупая яжмамка. Где твоя голова? Может быть, и мест в детском саду всем должно хватать? В любой ситуации можно найти выход. Было бы желание. Вот у меня подруга живет возле стадиона. Там тоже плотная застройка. Рядом школа заполнена. Так они прежде, чем купить квартиру, заранее задумались. И пошли в школу разведывать информацию о свободных местах. Хотя застройщик говорил, все хорошо, места будут. Я к тому, что каждый родитель сам несет ответственность за своего ребенка. И вопросом мест в школах нужно заниматься заранее. Именно родителям. А можно огласить весь список вопросов, которыми именно родители должны заниматься? Ну и как я понимаю, рожать нужно сразу же с 7-летнего. Потому что к тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, ситуация может очень сильно поменяться. Ой, школа прямо во дворе. Мы все продумали, дорогая. Обо всем позаботились. Мы не какие-нибудь там, я же родители. Прошло 7 лет, места в школе закончились. С другой стороны, а что, родители не могли еще и застройку проконтролировать? Или переехать, как увидели, что места закончились? Просто такую фигню вы тут творите, конечно. Набежало стадо овуляж мамок. Активисты мира без презерватива. Как с вами бороться вообще возможно? Чтобы хорошего не делали, все и всегда не нравится. Постоянно недовольные. Вы же и в жизни такие. В эти районы заезжай, что не мамка с коляской, то с сигой и пивасом ходят. Опы на всех и жалуются. Ох уж эти возмущенные мамки овуляшки с колясками. Ведь только их ситуация возмутила. Понарожают и думают, что страна должна школами обеспечить. Свою, что ли, построить сложно? Ау, нам застройщики обещают нормальные коммуникации уже 8 лет. Какие школы, какие дороги, вы о чем? Валить надо с этого района. Сдавать квартиры бездетным и снимать свое жилье поближе к цивилизации. С детьми сюда суваться, боже упаси, нельзя. Менькова правильно предостерегает. Вот это у вас порядки в Краснодаре. В Краснодаре существует целый район, совершенно не приспособленный для жизни с детьми. Напомню, главная ценность нашей страны, если ТВ послушать, это дети. Ну и некоторые представители власти. А администрация ни при чем. Злые застройщики захватили огромный кусок земли, ну а чиновники могут только руками развести. И только смелые, отчаянные, бездетные горожане могут жить в этом опаснейшем районе. Не, ну так-то звучит вполне логично. Когда начинают говорить, что стоит предоставить условия, и люди тут же магическим образом начнут создавать многодетные семьи, это, увы, неправда. Чем лучше социально-экономическая жизнь, чем больше в стране образованных женщин, тем меньше детей. За примерами можно в Западную Европу обратиться. Но не стоит и забывать, что часть населения действительно отказывается от ребенка, просто потому, что для него нет никаких условий. И надо понимать, что рассуждают так в первую очередь те люди, которые и могли бы стать ответственными родителями. Они отлично осознают, что воспитание это огромный труд. И без поддержки, в том числе и со стороны государства, которому, да, нужны новые налогоплательщики, поднять ребенка сложно. Если женщина понимает, что у нее нет никакой гарантии на место в детском саду, может будет, может не будет, ей или в очень редких случаях мужу приходится делать выбор. Семья или карьера. Человек не сможет быстро вернуться на работу. А хватит ли семье денег, если работать будет только один? И именно уверенность, что у твоего ребенка будут нормальные детский сад, школа, кружки и позволяют ответственным людям задуматься о пополнении семьи. А просто разговоры о счастье, материнстве и традиционных ценностях совершенно не помогают. Как же так? Вот это открытие. Напомню, нам нужно больше детей. Ужасные западные страны и местные челфришки продолжают мутить воду. И август прошлого года. В Краснодарской школе номер 94, в которой 1100 мест, в новом учебном году пойдут около 4000 детей, что в 3,5 раза превышает норму. Образовательный процесс организуют по всем санитарным требованиям. У каждого ребенка будет свой стол. В столовых продолжит применяться специальная рассадка. На физкультуре педагоги обеспечат разведение потоков детей из разных групп. Норма привычна в 3,5 раза, но все требования будут выполнены. А можно вопрос. Как? Как накакал, так и съел. Магия не иначе. Что за магия? Держит мое сердце. Я хочу убежать. Но в Краснодаре нету места. За три недели до начала учебного года в Краснодаре открытыми все еще остаются 219 вакансий. При недоборе одних их будут замещать другие учителя-предметники. То есть дети без знаний не останутся. Также для решения проблемы вести уроки доверят студентам-третьекурсникам, которые обучаются по педагогическим специальностям. Подумаешь, всего-то 200 учителей на один город не хватает. О, мелочи. Все заменят, не волнуйтесь. В прошлом году в Краснодаре был установлен рекорд. В школе номер 71 было сразу 32 первых класса. Для лидеров не хватало букв. В итоге названия классов напоминали модели дроидов из космической саги. Первый F2, первый U2. Школ нет, а они продолжают плодиться. Ну какая безответственность. А потом начнут свои претензии вице-губернатору предъявлять. Такие аууляшки. О нехватке учебных заведений в кубанской столице говорят не только ее жители, но и городские власти. К примеру о том, что для обучения в одну смену в Краснодаре необходимо построить около 60 школ, в прошлом году рассказал городоначальник. Уважаемые родители, вы что не понимаете, что классов не хватает? Куда вы рожаете? Остановитесь! Вас никто не просил. Это ваш выбор. Ой. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там все новости образования появляются гораздо раньше. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!